Ну а пока у всех учащихся летние каникулы, и все больше ребят выбирают отдых, который напоминает армейские будни. В расписании и спортивная, и боевая подготовка, и даже прыжки с парашютом. В Нижегородской области школьники с удовольствием проводят лето в воинской части. Впрочем, подарить детям незабываемые впечатления стараются в каждом лагере. Тематические смены на любой вкус. От занятий хореографией, резьбе по дереву, до общения с собаками. Любовь Филиппова расскажет больше. Позади шатающиеся балки разрушенного моста, впереди дымящийся ров, преодолеть который можно только по канатам. Эти учения итоговые для воспитанников детского лагеря «Гвардейц». Всю смену ребята живут на территории воинской части, проходят спортивную и огневую подготовки, спят в обычной казарме. Но все же свои поблажки для детей есть. Нас кормили в офицерской столовой обычных солдат. В каждой смене около 180 человек со всей России. Отбор дети проходят в своих районах. Данил Бакулин попасть в лагерь смог только со второго раза. Говорит, больше всего ждал выезда на полигон. На каких-то точках мы метали гранату, на каких-то нас учили правильно прицеливаться. Было очень громко, извинело в ушах. А в этом лагере Нижегородской области сбываются мечты тех, кто хочет стать десантником. Всю смену воспитанники 16-17 лет тренируются на специальных подвесных системах. Их учат управлять парашютом в небе и грамотно приземляться. Купол разворачивается и наполняется. Условия все те же армейские, но не пугают они и девушек. Вызов самой себе бросаешь. И в обычных лагерях им как-то не так интересно. То есть там как-то без дисциплины, а здесь прям все четко по расписанию. Душ с теплой водой, умывальники, здесь же можно постирать белье. Живут воспитанники лагеря вот в таких больших палатках по типу армейских М-30. И кстати, порядок внутри такой же, как в настоящей армии. Подъем ровно в 7 утра и после времени на отдых уже практически нет. Телефоны запрещены, зато мы пишем письма во второй половине лагеря. И дети пишут прекрасные слова своим родителям, душевные. В последний день смены долгожданный прыжок с парашютом допускают только тех, кто на отлично справился с экзаменами, а еще не должно быть ограничений по здоровью. Все, я прыгнул, я молодец. Я сделал все, что хотел. А в лагере Олимпийские надежды. В перерывах между тренировками детей учат и народной хореографии, и плетению коз. В так называемой горнице городецкая роспись по дереву. У каждого на занятиях своя цель. Душу отвезти. Посуда из глины, половики из длинных лоскутов ткани. Такой досуг заинтересовывает даже спортсменов-мальчишек. Я увидел, как плетет моя бабушка, и мне это очень понравилось. Вот я решил пойти в этот кружок. Студент технического вуза Александр Лябкин, чтобы поделиться знаниями в области робототехники, сам приезжает в детские лагеря. На уроке для самых маленьких показывает, как собрать из конструктора лягушку. Они до последнего не понимают, как она будет двигаться, что будет издавать ли будет она звуки. Поэтому им интересно собирать, до конца дойти. А заодно понять, как работают простейшие механизмы. Осенью проект перекочует в нижегородские школы и детские сады. Так у нее прочесывается, видишь? Ей нравится, когда вы ее чешете. На этой нижегородской турбазе волонтеры проекта «Сострадание» учат и взрослых, и детей правильно общаться с собаками. Кормить их можно только с открытой ладони и даже погладить. Особая премудрость. Плавно сначала за ушами, потом по спине. Я вообще очень люблю собак, хочу стать кинологом. И вот здесь можно прям практиковаться и получать опыт. На все лето животных сюда привозят из приюта. Столько внимания для них – настоящий праздник. После смены питомцев можно забирать в семью. В этом году новый дом нашли уже 10 собак. Подробных площадок для отдыха в Нижегородской области около 300. С каждым годом популярность набирают именно лагеря по тематическим направлениям. Любовь Филиппова, Роман Срепников, Первый канал, Нижегородская область.